Светлана Петровна, моя учительница, поставила мне двойку по математике, за то, что я не сделал домашнее задание. Я был очень расстроен. И моя мама тоже, когда увидела эту двойку. Это было справедливое решение учителя? Да, это было справедливое решение учителя. Ну и что ты решил после этого? Как быть? Как вести себя? Учить домашнее задание. И учишься той поры? И учишься. Ой, и учу. Какие ты еще оценки получил за это время? Четверки, пятерки. Ну, молодец. Ну, а теперь расскажи, что за учитель у вас, Светлана Петровна? Как вы к ней относитесь? Очень хорошо относимся, любим ее. Тебе нравится математика? Да. Честно? Честно. Учитель ставит двойку ученику, но этот самый ученик признается педагогу в любви. Казалось бы, так не бывает. Оказывается, вполне реальное обстоятельство в профессиональной жизни преподавателя математики, технологии Красногорской средней школы Светланы Ульяновой. Пока шестиклассники осваивают новую тему, отвечают у доски, тянут руки, чтобы добиться учительского внимания, она каждого из них видит и разгадывает с абсолютной точностью, кто знает урок, кто не знает, кто готовился, кто ленился, кто и сейчас, как говорится, не в теме. Напрасные попытки не знают спрятаться за спиной одноклассников. Опытный педагог Светлана Петровна неотступно в течение урока держит их внимание, заставляет напрягаться, думать, рассуждать, проще говоря, учиться. И сейчас на ее уроке, который она ведет с такой легкостью и мастерством, трудно представить, что в пору молодости, когда надо было решить, кем быть, у нее не было ответа на этот вопрос. Видзе – белорусский городок на границе с Прибалтикой. Там родилась Светлана Петровна. Для ее отца Петра Егоровича Ловшенко, он работал врачом, и мамы Анны Ивановны, медицинской сестры, будущей дочери рисовалась отчетливо и однозначно. Девочка должна поступить в медицинский институт. На выпускном вечере в 10-м классе подружки спрашивали, Светлана, ты куда будешь поступать? Она неопределенно пожимала плечами. Так как все предметы у меня неплохо шли, ну, вроде я по всем предметам успевала, так что, а цели у меня как таковой не было. Ну, родители начали меня склонять, чтобы я все-таки в медицинский поступила. И в свой день рождения я поехала поступать в Витебск, в медицинский институт. Там месяц я занималась с репетиторами, все-таки поступила, вот. Но учеба меня не радовала, учиться я особо не хотела. Интереса у меня большого не было, и как-то вот душа не лежала, все равно я училась только потому, что перед родителями было неудобно. Вот. Ну, все-таки, закончив первый курс, я все-таки, даже раньше, я не стала ходить просто на занятия. Приехала домой и сказала, я не хочу, не буду, не мое. А потом в жизни Светланы случилось событие, к которому ее родители тем более не были готовы. В нее влюбился симпатичный молодой человек, который проходил армейскую службу в их краях. Михаил Ульянов сделал у Светланы предложение руки и сердца и после увольнения в запас увез на родину, в Карачаево-Черкесию, в станицу Красногорскую. Мы сыграли свадьбу, я уже поняла, что все-таки, наверное, судьба есть у каждого человека своя. Просто, если бы мне кто-то сказал, что я выйду замуж, и вот так быстро, буквально мы встречались с ним месяц, друг друга знали. И бросила все и уехала. Уехала сюда. Отец, конечно, мне это долго не мог простить. Для него это был, конечно, удар большой. Ну, ничего, время все сгладило, он все понял. Потом, попозже, одобрил мой выбор. Переехав в станицу Красногорскую, Светлане предстояло привыкнуть к новой для нее фамилии, к новым местам, пусть потрясающе красивым, но незнакомым, с которыми тогда еще ничто ее не связывало, к традициям и укладу жизни станичников. Но время все расставляет по своим местам. Летели воды Кубани, закипая бурнами вокруг мощных мостовых опор, и становилось ясно, что жизнь наступила хорошая, в красивом месте, среди людей, которые любили и заботились. И с мужем повезло Светлане Петровне и с родней. Добрым словом вспоминает она свекровь. Когда родился в молодой семье первый ребенок, Мария Федотовна взяла на себя заботы о нем. А молодая станичница Светлана Ульянова вернулась к мыслям о том, что надо учиться, получить образование. Трудностей, конечно, было очень много. Если бы не свекровь, если бы не поддержка мужа, самое главное, я бы, наверное, институт не закончила, потому что было очень трудно. Ребенок маленький. Смотрели его по очереди, кто когда мог, у кого какое время было свободное. Сессии ездили, сдавали. Приезжала моя мама тоже, сидела с ребенком. Но я все-таки, я считаю, что я выбрала правильный путь. Светлана Ульянова успешно поступила на заочное отделение физико-математического факультета Карачаева-Черкесского университета. Сидели, занимались ночами с подружкой. Мы вместе. Она тоже работает в начальной школе, в этой школе нашей. Попова Алла Николаевна. Вот. Сидели с ней, занимались. Сидели и до утра сидели. Я как сейчас помню, муж засыпал, потом в 4 утра вставал и нас разводил. Отводил ее домой. Потому что глубокая ночь была. Очень много сидели, конечно, занимались. Я не знаю, откуда энергия была. Наверное, молодость. Вряд ли я уже, наверное, сейчас такие барьеры перепрыгнула бы. Было очень трудно. Но ничего. Все позади. Алла Попова, с которой Светлана Петровна героически готовилась к сессиям, сейчас преподает в младших классах Красногорской школы. Свою студенческую юность вспоминает в смысле о том, как много можно сделать, если поставить перед собой цель. Они со Светланой Петровной даже шпаргалками никогда не пользовались на экзаменах. Все свои четверки и пятерки добывали в честном интеллектуальном бою. Она была в студенческие годы очень заводная, но в то же время очень внимательная, серьезная. Относилась к своим обязанностям, к своей учебе серьезно докапывалась до истины всегда. Когда группа сдает на экзамен, самые подготовленные, самые какие-то отчаянные, они идут первыми. Мы всегда с ней были первыми. У нас вот преподаватели не дадут нам соврать, наши вот кураторы всегда говорили, Красногорская школа первыми выходит. И мы шли всегда первыми, сдавали всегда. А за нами потом все остальные шли, сдавали зачеты, экзамены. Вот так было у нас. Смелость города берет, но какие оценки вы получали? У нас дипломы все хорошие, оценки всегда. В дипломе даже хорошие оценки у нас. И получали хорошо всегда. Особенно наш любимый предмет математика, и высшая математика, и всегда были четверки-пятерки. В 1992 году Светлана Ульянова впервые вошла в школьный класс в качестве учителя. И ей, как многим ее коллегам, было сложновато на первых порах, потому что нужно было наладить взаимодействие с учениками, взять, как говорится, верный тон. Тем более ученики всегда чувствуют в учителе новичка и не упустят возможности испытать педагога на прочность. Ну, я отчетливо помню этот день, когда я пришла первый раз в класс. Зауч школы меня привела и представила. Как-то так жутковато было. Трудно очень начинать, представили меня. Я вроде готова была к уроку, все, написала планы, все, что я должна была рассказывать. А когда зауч ушла, они вытащили кошку из-под парты. Это был восьмой класс. Вытащили кошку из-под парты. И мне как-то сразу как-то... Урок пошел не так, как я планировала. Я его настолько уже проработала у себя в голове, как, что будет, что я буду говорить, что зачем. Ну и... Ну, потом, конечно, урок прошел неплохо. Встретили меня ребята неплохо. Подождите, а что же все-таки с кошкой-то случилось? Ну, вынесли. Я попросила, чтобы вынесли кошку. Трудно было, конечно, трудно. Фактически... Практики не было никакой. Объяснить доходчиво старалась. Не всегда получалось. Стараешься, а смотришь по глазам, а тебя вроде не понимают. Ты начинаешь еще. Начинаешь по-другому. И другой раз приходил... Вот урок заканчивался, а ты просто сидишь после этого урока. Как будто вот... Опустошенный. Чувствуешь, что не получилось. Для многих учеников любимое время школьного дня – большая перемена. Как будто весь заряд любви к жизни на время уроков, закованной в тисках дисциплины, в эти минуты вырывается наружу. Энергетический взрыв во дворе школы, озвученный громкими голосами, визгами, сумасшедший переполох. Но именно в эти минуты дети особенно трогательны и прекрасны. И те, кто любит их, знают это. Пока ребятишки радуются вольной жизни, мы имеем возможность поговорить со Светланой Ульяновой о том, как приходило к ней ее педагогическое мастерство. Старалась, очень старалась. Меня подхлестнул класс, который я взяла с шестого класса. Там было очень много одаренных детей. Они, конечно, не давали мне спокойно подготовиться так обычно, как обычно, к уроку. Я должна была очень много, очень много перелистать литературы, очень много перерешать перед тем, как прийти к ним в класс. Им не надо были вот эти вот задачки с учебника, обычные. Им давать что-нибудь такое на крепкий зуб, посерьезнее что-то такое. На дом я им задавала по восемь задач со школьного курса. Они их щелкали, как орешки. А вот именно те, которые задачки поинтереснее были, прям борьба была у них. Они до часу ночи не спали. Как маму потом рассказывали, я, говорит, ложусь спать в час ночи. Он еще сидит, занимается, решает задачу. Я, говорит, встаю, говорит, в 6 часов утра, а он уже сидит, занимается. Такие ребята были. Он говорил, как это так? Я, говорит, приду на урок. Надька решила задачу, что я не решил. И вот они до упора, они сидели, решали. У них такая, очень такая, такие соревнования были, очень, ну, не зависть, не, именно, чистые такие соревнования у них были. Решить, быть лучше. Вот. Тем более, что они дружили между собой очень хорошо. Класс, конечно, очень нравился мне. Они вот и меня подстегнули, чтобы я вот все больше и больше занималась и все больше и больше вникала в математику. То есть было интересно очень работать. Когда дети стараются, когда дети одаренные, самому интересно становится работать. Тот класс Светлана Петровна определила для себя как эталонный. Она потом в каждом классе стремилась пробудить в детских умах такой же интерес к своему строгому предмету. И эта задача побуждения школьников к неформальному получению образования, к самостоятельному мышлению, особенно актуальна в современных условиях, когда в российских школах утверждается ФГОС, Система федеральных государственных образовательных стандартов. Красногорская средняя школа, педагогическим коллективом которой руководит директор, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Вера Васильевна Синиченко, стала одной из трех пилотных площадок в Узжикутенском районе для опробования и внедрения принципов нового стандарта образования. Без преувеличения можно сказать, что в школе работают современные творческие педагоги, подготовленные к решению таких масштабных задач. Школа вошла в число участников конкурса «Тысяча лучших школ России». Директор Красногорской школы Вера Синиченко, выпускница одного из лучших вузов страны, Московского педагогического института имени Крупской, более 30 лет работает в этой школе, добиваясь того, чтобы по уровню знаний выпускники станичной школы не уступали тем своим сверстникам, которые живут и получают среднее образование в школах городских. Педагогический коллектив Красногорской школы нацелен на то, чтобы внедрять новые подходы к проведению уроков, использовать в методике исследовательские методы, развивать самостоятельность учеников в приобретении знаний. Все эти принципы искренне разделяет и успешно реализует в своей работе преподаватель математики Светлана Ульянова. Ее отличает целеустремленность и стремление сделать все по высшему классу. Она стремится всегда к высшей планке. Удается ей, не удается ей, но она стремится быть лучшей, первой и самой... самой значительной. Урок изобразительного искусства ведет Елена Михайловна Даневич. Она с большим уважением относится к Светлане Петровне Ульяновой именно за то, что ее коллега, учитель математики, так настойчиво и последовательно осваивает новые веяния в организации школьного образования. Оказалось бы, имей хорошее базовое образование и работай. Законы математики никто не отменял. Нужно ли педагогу так упрямо бежать за временем? Мы сейчас живем в такое время, где интенсивно все развивается, и каждый педагог должен постоянно совершенствоваться. Вот Светлана Петровна хороший пример тому. Она, как я уже сказала, она всегда впереди, всегда ищет какие-то новые методы работы. И сидеть на месте, если даже мы будем просто сидеть на месте, то неинтересно будет детям с нами, потому что дети всегда впереди нас. И поэтому всегда в поиске. Вы знаете, темнорная профессия учителя и хороша, я считаю, что мы постоянно остаемся постоянно учениками. Мы постоянно учимся. У нас не бывает такого, чтобы мы останавливались. Мы решаем постоянно, решаем и решаем и решаем. Я считаю, что математика, по-моему, он самый интересный предмет из тех предметов, которые вообще есть в школе. Я вот, это мое личное мнение. Потому что тут постоянно одерживаешь какую-то победу, если решаешь сложную задачу. А поверьте, сложных задач у нас столько много. Чтобы детей научить, ты должен сам соответствовать. Ты должен сам держать планку какую-то. И в связи с этой новой программой, конечно, введение ЕГЭ подстегивает очень сильно, потому что задания, конечно, такие, те, что заслуживают довольно-таки много времени для того, чтобы решить их и научить детей. Светлана Ульянова учитель строгий. На ученическую лень реагирует остро и бескомпромиссно. Шамиле Ушедакову пришлось испытать это в своей ученической судьбе. Не выучил урок, получил двойку по геометрии. Развитие ситуации было просто фантастическим. После двойки влюбился в предмет. Ушедаков сейчас по геометрии очень хорошо отвечает. Я прям сама удивляюсь, конечно. В седьмом классе как-то так получилось, что он упустил, у него были пробелы, геометрию он не любил. По алгебре решал, все у него получалось, все неплохо. А геометрию прям обидно было. Мальчишка такой, умничка. А не полюбил геометрию, и все. Потому что он не знал ни теорем, ни определений. Не учил. Просто не учил. Вот. Ну вот поставила ему двойку. Он мне пришел на переэкзаменовку. И вроде выучил все, все прекрасно у него так. От зубов отскакивало. Ну теперь, я смотрю, он так с уверенностью пользуется всем тем, что он изучил, освоил за короткий срок. Ну у него сейчас получается. Скажите, а вот нравится вам ее строгость? Ну, да. Если бы Стана Петровна не была с нами немного строга, в класс бы не занимался учебой. Сизуана Петровна прекрасный учитель. Она во всем нам помогает. Многим ставит пятерки. Вы любите математику? Да. Это самое главное, по-моему. Математика – хороший урок, на котором мы учимся вычислять, умножать, находить делители. Ну, сейчас все параграфы перечислите. Какая оценка у вас по математике? Четыре. Ну, неплохо. Осталось теперь только получать пятерки. Готовясь к урокам, Светлана Петровна проигрывает их заранее в своем конспекте. Вопрос вопросов. Как организовать освоение новой темы на уроке математики, чтобы заставить детей самостоятельно добывать знания? Дорогие учительскому сердцу мелок и традиционная доска отходят на второй план перед новыми технологиями, которые упрочили свои позиции в учительском труде. Светлана Петровна, она овладела всеми методами с использованием информационных технологий, которым положено сейчас по введению федерального государственно-образовательного стандарта. Она работает с интерактивной доской. Дети у нее в классе каждый имеет компьютер, ноутбук, и каждый готовит презентацию к уроку, каждый работает над исследовательской работой. Это характерная черта работы Светланы Петровны в соответствии с новыми веяниями времени. В числе первых педагогов Ульянова уловила большие потенциальные возможности нового предмета, вошедшего в школьную программу под названием «Основы учебно-исследовательской деятельности», где дети солидно произносят слово «проект» и пытаются исследовать самые разнообразные темы. Ученические проекты, изготовленные под руководством Светланы Петровны, занимали призовые места на районных конкурсах. Мы на проектной деятельности, на уроке проектной деятельности писали проекты. Я писал про черные дыры. Ну, мне стало интересно, что же такое черные дыры. И я стал искать в учебниках, в интернете. Ну, вот, много интересного про них начал узнавать. Проектные работы я вел с 6-го класса. У меня их даже с 5-го умер три штуки. первые древнерусские меры длины, веса, объема и так далее. Вторая это тайный город Атлантида. И вот в 7-м классе работал над проектом Тополиная роща Станица Красногорска и СОС. Саша, а кто тебе подсказал эти интересные темы? Нам Светлана Петровна подсказала. Мы как из предложенного списка тем на исследовательские работы мы каждый человек выбирали себе по одной теме. С 5-го класса занимаюсь исследовательскими работами, то есть пишу их не один, иногда один, иногда с группой. И в один день, когда Светлана Петровна перечисляла название тем, я услышал тему спирали, меня как-то заинтересовала эта тема. И я более глубже увлекся этой темой, и оказывается, что тема спираль очень тесно связана с природой и с математикой. Как и мои одноклассники, с курса 5-го класса я занимался проектной деятельностью. Всего у меня три проекта. Первый был в 5-м классе на тему геометрические фигуры в жизни человека. Дали групповой проект городской парк, там мы занимались дизайном парка. И третье золотой стене в жизни. Тема своего последнего проекта, который я спроектировал в 7-м классе, я услышал на уроке алгебры. Тема меня сразу завлекла, так как Светлана Петровна еще на том уроке рассказала нам много об этом. Мы со Светланой Петровной делали проект «Симметрия в неживой природе». Светлана Петровна мне помогала его доделать, некоторые детали убирать, некоторые дописывать. Светлана Петровна в принципе по ходу моей работы помогала мне с устранением ошибок и недочетов в работе и по курсу всей нашей по всему нашему курсу математики и алгебры в принципе помогала. Одно из ценных обстоятельств состоит в том, что в ходе своих исследований ребята осваивают навыки работы в группе. Некоторые проекты так и задуманы Светланой Петровной, чтобы добиваться результата коллективным усилием. Я Щекинов Александр и еще Кубанов МРАН. Тема у нас была «Зеленая школа». А что это такое? Расскажи, очень интересно. Мы изучали сколько зеленая наша школа, сколько цветов, кто поддерживает. Мы изучали виды отдельных цветов. И оказалось, что в нашей школе достаточно много цветов. И оказалось, что в нашей школе есть цветы ядовитые, которые нельзя сажать в детских учреждениях, то есть в садиках. Естественно, по результатам этого исследования подозрительные растения были удалены из класса. Мы работали в группах над проектом «Городской парк». Планировали, фантазировали на эту тему, каким мы видим, себе представляем наш городской парк. И как Светлана Петровна оценила ваши работы? Участвовала вместе с нами в этих работах, помогала нам, как исправляла, как делала наставления, нас вела, как сказать, по правильному пути. С этим обелиском, посвященным станичникам, воинам, фронтовикам, а находится он рядом со школой, связан один из перспективных проектов, предложенных Светланой Петровной и ее ученикам. Написать исследования обо всех жителях станицы, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Вот сейчас, например, о том, что мы проект начали о всех ветеранах Великой Отечественной войны в станице Красногорской. Дети пытаются найти на сайтах именно о ветеранах, потому что о них вообще очень мало что известно сейчас. Находят на сайте о участниках Великой Отечественной, находят по родственникам, созваниваются с теми родственниками, которые где-то живут далеко. Ну вот такую работу мы ведем. Моя задача научить детей писать научные работы в учебном плане. И детям это нравится. Дети уже структуру проекта знают, понимают, как работать над ним. Многие поднимают, по крайней мере. Многие пишут самостоятельно уже. Небольшие коррективы просто вносишь, что-то подсказываешь, а так довольно-таки могут самостоятельно написать проектную работу. Родители некоторых детей, обучающихся у Светланы Петровны, иногда обижаются. Слишком много времени ребятишки проводят в школе. Им бы радоваться, что с их детьми занимается. Их ребятишек развивает такой наполненный, неравнодушный, умный человек, как педагог Ульянова. Счастья своего не знаю. В этой ситуации надо просочувствовать самой учительнице, ведь у нее, как у всех в станице, тоже есть семья и много хлопот. Содержать дом в безупречном порядке, кухонные заботы, сад, птичий двор, все как положено в станице. Здесь выросли дети Светланы Петровны и ее мужа Михаила Ульянова. По мнению станичников, хорошо воспитали Ульяновы своих наследников и подготовили к жизни. Сын Максим закончил военный институт в Москве, дочь Русина, отличница и медалистка медицинский институт в Ставрополе. Никаких поблажек никто им не делал. Они выросли в теплом родительском доме, где все любят друг друга. Мы Мы с ней дружили вообще и сейчас дружим. Я учила ее детей и дети у нее хорошие, прекрасные. Сын закончил училище в Москве, сейчас работает военным. Дочка мединститут закончила, я и девочку, и мальчика учила в начальных классах. Дети прекрасные, но я думаю, что какая мама, какие родители, такие дети. Говорят, вы такая умелая хозяюшка, наверное, муж на вас не нарадуется. Не знаю, не знаю, стараюсь успеть везде. Есть такой интересный предмет в современной школьной программе, который называется технология. Он призван научить детей многим премудростям, связанным с практическими навыками в шитье, в работе с различными материалами, приготовлении еды. Идет этот предмет Светлана Петровна чуть ли не с первых дней своей работы в Красногорской средней школе. Она взялась везти его, потому что сама умеет многое сделать своими руками. С детства очень любила кропотливо чем-то заниматься. И хотя мама как-то к этому относилась абсолютно равнодушно, но мне было очень интересно. Было очень интересно вязать, вышивать. Начинала я с этого всего. Я помню, когда еще ребенком, конечно, начинала и соломкой заниматься. Тогда не было ни книг, ни интернета. Мы не могли где-то взять какую-то информацию дополнительно, чтобы знать технологию конкретно. Светлана Петровна, владея многочисленными творческими навыками, обучает мальчишек и девчонок в полном согласии с программой предмета. По технологии мы шили костюмы, национальные костюмы, казачьи. Это нам нужно было для того, чтобы мы выступали на смотрах художественной самодеятельности. Можно так сказать, необходимость. Ну и вместо того, чтобы мы шили что-то такое, которое нам возможно никогда не пригодится, мы решили делать костюмы, шить костюмы. Ничего, эти костюмы нас до сих пор выручают, мы выступаем в них до сих пор, довольно-таки красивые, красочные. На уроке технологии с большим энтузиазмом ходят не только девчонки, но и мальчишки. Вот, например, практическая тема «Как правильно приготовить рисовую кашу с тыквой». В школьной столовой дети приготовили кашу по классическому рецепту, хотя в ходе разборки темы они выяснили массу интересных рецептов, каша с шоколадом, с ягодами, фруктами и так далее, но главное царица станичных огородок тыква. И все эти сведения дети добывали самостоятельно, без зубрежки, без начотничества, а творчески. Мастерство педагога Ульяновой состоит в том, чтобы не только передать детям практические навыки, но и заполнить их память полезными для жизни сведениями. Классная комната, где работает Светлана Петровна, похожа на художественный музей. Экспонаты для этой выставки изготовлены руками детей, которые под руководством учителя Ульяновой занимаются в ее кружке «Креатив». Отличительная особенность этого творческого объединения юных мастеров – разнообразие творческих жанров, которые им удалось освоить. Под руководством педагога дети приобретают навыки работы с различными материалами. Это вышивки, вязание, изготовление предметов из кожи, аппликация, лепка из соленого теста. А это, кстати, авторская работа Светланы Петровны Ульяновой «Алые паруса». В прошлом году мы освоили валяние шерсти. Было очень интересно. Съездила на курсы повышения квалификации и там встретилась с преподавателем, который начинал заниматься тоже валянием шерсти. Мне было очень интересно, конечно. Благо, попалась мне книжка как раз. И увлеклась настолько, что и дети увлеклись. Вот эти работы некоторые выполнили мальчики. Не только девочки, стали мальчишки приходить на кружок. Вот. И получились очень даже интересные работы. Куклы, игрушки из шерсти тоже отдельный жанр прикладного художественного творчества. Его с интересом осваивают ученики Красногорской школы. А это знаменитый, потому что побывал на выставках и у многих удивил сервиз, сделанный из макаронов. Яркий пример творческой фантазии и изобретательности детей. Поделки, сделанные руками учеников Светланы Петровны, успешно участвуют в районных выставках технического творчества. Она участвует в творческих конкурсах, которые проводятся в соответствии с ее предметом. И выставки технического творчества, которые проводятся в нашем районе, в республике через год, неизменно показывают эффективность и результативность ее работы. Если мы пройдем по коридору и увидим, где у нас доска достижений, мы увидим, что под ее руководством школа на протяжении уже традиционно многих лет занимает либо первое место, либо гран-при в районе. Ниже мы не опускались никогда. И вот это все связано с творческой работой Светланы Петровны. Конечно, участвуют и другие педагоги в этом, но тон задает Светлана Петровна. Без свободного времени нет у меня. В свободное время у меня все занимает школа. Любите школу? Да. Это действительно магнит, который затягивает тебя целиком и полностью. И уже, по-моему, попав сюда, вряд ли, наверное, кто уходит. Если уходят, то сразу. А потом это уже невозможно, по-моему, уйти. Просто без этого ты жить не можешь. Отдыхает школьное здание после шумного, звонкого, трудового дня. И в этот час с благодарностью думаешь о том, как это замечательно, что есть такие педагоги, как Светлана Ульянова, наделенные талантом любить детей со всеми их достоинствами и несовершенствами. Учат их мысли, мечтать и думать о будущем. Светлана Светлана